Бывали, к сожалению, такие, ну это сейчас уже взрослые, понимаю, на тот момент у меня были такие нехорошие мысли, такие, как я хочу скорее научиться ходить, чтобы дойти до балкона, открыть ручку и выброситься, то есть мысли суицида были, потому что я не хотела жить такой жизнью. Вот в этом году будет новогодняя ночь, 20 лет назад, с 2004 на 2005, новогоднюю ночь в Риге, в районе, в микро районе Пуртсамс. Вот, вышла посмотреть салют, на тот момент с папой, с братом, вроде тетя еще была, точно не помню. Мы вышли посмотреть салют, и уже когда возвращались, ну как новогодний салют, да, как все выходят на улицу посмотреть. Мама была тогда с маленькой сестричкой дома, сестричка маленькая совсем была, полгодика, наверное, или годик, не помню. И мы возвращались уже домой почти, и вот, ну, уже думали, так, ну, все, пошли, и так развернулись, типа, посмотреть последний раз. И все, и в следующий раз я открыла глаза через два месяца. Кто неизвестный, выстрелил из боевого пистолета мне в голову, у меня огнестрельное ранение в голову было. И после этого, вначале родители не поняли, что произошло, думали, что я просто балуюсь, упала на асфальт. И папа тогда увидел, что у меня в голове, в левой части лба, что у меня кровь. Он подумал, что салют, или я ударилась там, когда падала, помесли меня домой на руках. Ну, и большое счастье, что родители догадались вызвать скорую, они просто помазали зеленкой, пластырь уложили спать. Вызвали скорую, сделали рентген, увидели, что у меня в голове пуля. И маме тогда ставили выбор, говорит, надо делать операцию. Говорит, мы можем сделать, вернее, мы можем сделать операцию, но она может не выжить. Мы можем не делать операцию, но тоже она может не выжить. Мама сказала, делаем операцию, что вытаскиваем пулю. И вытащили, и потом я лежала неделю в коме, может быть, две, я, честно, уже не помню, то у мамы надо спрашивать, пролежала в коме, и потом два месяца лежала в больнице, просто приходила в себя, и с тех пор начались реабилитации, больницы, санатории. И когда все дети росли, в подростковую отрасль дружили, играли, веселились, как-то общались, я ездила с мамой в санатории. И, к сожалению, вот так сложилось, что друзей у меня так особо потом больше и не было. Однажды я проснулась в реанимации, случайно, и я не понимала, где. Мне почему-то начинали такие, как флешбеки из детства, что как будто бы я на даче у бабушки, что почему-то, что мы празднуем Лига. Ну, не знаю, почему такое вот смешанное, спутанное сознание было. И что никого нету, и я стала звать бабушку. И потом прибежали медсестры, потому что я на всю реанимацию стала кричать, потому что я не понимала, я не знала, где я. Прибежала медсестра и объясняет мне, говорит, ты в больнице, ты в реанимации. Я говорю, что случилось? Она говорит, ты была на Новый год на улице, ты подскользнулась, упала, ударилась головой. Типа, у тебя сотрясение мозга. Ну, так мне сказала медсестра. Ну, что она может сказать на тот момент 11-летнему ребенку. И как бы мама потом говорила, что спасибо ей, что сказали, что она мне так сказала, и в школе детям моим друзьям тоже так говорили, ну, чтобы не пугать людей. Правду мне сказали не сразу, потому что я ничего не понимала. Я не понимала, где я нахожусь. Потом, когда то, что я проснулась, я вся в трубках, в искусственном дыхании, с маской, мне это было неприятно. Я говорю, зачем мне это, уберите. Они говорят, ты в больнице. И потом, через какое-то время, когда уже начала приходить мама, когда ее стали запускать ко мне, она пыталась что-то объяснить, я ничего не понимала. И потом уж, когда перевели в больницу, ну, в ней в палату выделения, я что-то уже начинала понимать, но я не сразу поняла, что я не чувствую левую руку и ногу. Это когда до меня дошло, это, наверное, спустя месяц, когда мне уже объяснили, когда я это поняла, у меня были жуткие истерики, слезы, потому что я не хотела так. Ну, представляете, был полноценный человек, и вдруг его вот так вот сломали, потому что была очень сильная. Ну, и благодаря все-таки силы духа, которая у меня оставалась, и была до 11 лет, скажем так, мне это помогло и в дальнейшем, вот встать на ноги, как-то восстановиться. Да, потом вот у меня появился вот еще, вот в детстве, да, был спорт, и что, ну, я больше ничем не могу заниматься, но появились люди, которые предложили мне заниматься конным спортом. Я занималась конным спортом какое-то время, да, тоже. Ездила в Москву на соревнования, во Францию мы ездили тоже. Ну, вот сейчас вот у нас были тоже Олимпийские игры, пара Олимпийские. Вот я как будто бы могла бы тоже там участвовать, но со временем, ну, не было больше возможности заниматься этим. Ну, как, она вошла вот в левую часть лба и пошла по диагонали, то есть она задела правую часть мозга. И главную часть мозга, которая отвечает за речь, за память, за координацию, за слух, за какой-то математические, логические способности. Но, как известно, что когда человек умирает уже в старости, у него более 25, по-моему, процентов остаются нетронутыми девственными, скажем так. И то есть моя задача была, вот эти функции перекинуть на те пустые клетки мозга, чтобы восстановиться. Но, к сожалению, пока это все выяснялось, пока эти медицинские обстоятельства, время шло, и до конца мне восстановиться не удалось. Но я стала потихоньку ходить. Упорные тренировки ежедневные, даже врачи уже меня пытались остановить. Говорят, хватит, ты устала. Говорю, нет, я хочу. То, что мне предлагали инвалидное кресло, я сказала, я никогда в это не сяду, потому что для меня это был позор. И я училась ходить заново, училась пользоваться ложкой, вилкой заново, соображать все. Ну, то есть как бы все... Начинала жить с нуля заново. Конечно же, очень самый большой человек, который мне в этом помог вернуться к жизни, это самый первый человек. Это мой хирург Леонид Луговской. Это мой врач, который оперировал меня всю ночь. Когда все люди сидят за новогодним столом, он работал и спасал меня жизнь. Это самый главный человек. И потом уже, конечно, остальные врачи, родители, родственники, и все, кто меня поддерживал. А мотивация была подростковая. Мне на тот момент нравился безумный один мальчик. И я очень хотела ходить, чтобы можно было к нему подойти, с ним разговаривать, общаться. Ну, это, как говорится, сила любви. Возможно так это назвать. Ну, вот. Ну, так я всегда такая по характеру была. Больше такой мужской характер у меня всегда был. Со временем, к сожалению, спустя много лет уже мотивация как-то начала падать, и сила духа стала пропадать, потому что не было уже такой большой результативности, как это было изначально. Вот. И со временем стала падать мотивация. Ну, и я стала больше узнавать, конечно, о медицине, и понимать, что уже силы тратить практически уже незачем. В принципе, на данный момент, наверное, нужно только поддерживать, чтобы не стало хуже. Случиться ничего не может. Просто, ну, я может, так как меньше использую левую руку и ногу, может, ну, как бы у меня и так уже 2 сантиметра или 3 уже. Меньше нога, короче. Ну, в принципе, у каждого человека где-то сантиметр, полсантиметра есть разница. Но у меня больше за счет этого идет и поэтому небольшая хромота. Могут сжаться мышцы, ну, и как бы вообще не работать. Быть такой скрюченной, как бы, ну, тяжелее передвигаться, скажем так. Ну, как бы, надо поддерживать немножко какие-то, не знаю, занятия, массажи, что-то такое делать, чтобы, да, более мягкие мышцы были. Первые, да, эмоции, когда смогла встать сама на ноги, это были слезы. Слезы счастья и радости. Я даже помню этот день. Мы тогда как раз с мамой находились в санатории Вайвори в Юнвале. И мы уже ложились спать вечером. Ну, как бы, мама все мне помогала. Там делать, вкладывать меня, помогать снять одежду, полечь кровать. Мама читала книжку. Она очень любит читать книжки перед сном. А я говорю, я спать хочу. Он говорит, ну, спи. Я говорю, мне свет мешает. А там был только большой свет, такого торшерчика типа не было. И тогда мама говорит, сейчас еще пару страниц прочитаю и выключу. Я говорю, ты меня раздражаешь, я хочу спать. Она, сейчас, сейчас. И я не выдержала, и я на злых встала и выключила свет. И потом мама встает, включает опять свет. Я говорю, ты что делаешь? Она говорит, ты понимаешь, что сейчас произошло? Я говорю, что? Она говорит, ты встала на ноги, дошла и выключила свет. И когда я это поняла, там пошли, конечно, слезы радости и счастья. Но бывали, к сожалению, такие... Ну, это сейчас уже взрослая. Я понимаю, на тот момент у меня были такие даже нехорошие мысли, такие, как я хочу скорее научиться ходить, чтобы дойти до балкона, открыть ручку и выброситься. То есть мысли суицида были. Потому что я не хотела жить такой жизнью. Мне это все не нравилось. Но потом я начала постепенно ходить, возвращаться в школу. Какие-то занятия, новые кружки. Опять же, вернулась в хор. То, что я очень люблю петь. Ну, и это тот аппарат, который у меня... Ну, та сфера, где не нужны руки-ноги, в принципе. Ну, как бы ими работать. То есть ты работаешь голосом. Мне это нравится, у меня получается. Почему нет? Ну, сейчас, на данный момент, я большого внимания не уделяю здоровью. Так как у меня есть семья. У меня двое детей. Мальчик и девочка. И они очень отнимают много сил, много времени. Плюс, так же я была трудоустроена. Но сейчас, вот некоторое время назад, случилось так, что я осталась без работы. И пока что я отдыхаю и планирую вот как-то заняться своим здоровьем. Встать на очередь, там, массажи, лечебная физкультура. Ну, что-то такое для здоровья поделать. Уделить время. Вот так, ну, конечно, да. У меня дети, это школа, это очень много времени. Поэтому нужно уделять внимание. Вот. Ну, как бы чувствую я себя неплохо. Но, конечно, есть некоторые трудности в жизни, которые предоставляют больше... Ну, теперь это я бы назвала неудобство. Потому что мне очень помогает мой муж, как бы вот он... Как бы у нас разделение обязанностей. Но, конечно же, если где-то у меня не получается, он мне помогает. К сожалению, того, кто разделил мою жизнь на до и после, найден не был. Есть также версия, что человек был найден. Ну, как говорится, все схвачено, уплачено. И тайно покрыто врагом. Ну, то есть, ну, как у нас это как-то называется, не коррупция, а как это, взятки. Ну, что заплатили и все скрыли. И были и такие версии. Потому что я знаю, как очень много людей делали народные... Как же это правильно называется? Народные не собрания, не сборища. Ну, когда люди вот в кучке собирались, просто народное желание, там, и ходили какие-то, искали, там, что-то. Вот то, что самое первое, что нужно было делать, это искать гильзу и искать ее траекторию полета. Потому что следователь выдавал, извините, чушь. Такие версии, что стреляли, что чуть ли не из другого района стреляли, отрикошетило и в меня попало. Но это невозможно. Чисто по закону физики. Ну, вот, к сожалению, никто не был найден, но и лично для меня, ну, нашли бы. А в жизни этим не исправишь, как бы, здоровье этим уже мне не вернешь. Все, что было упущено, все мое, все самое подростковый возраст испорченный. Ну, и как бы вот это все. Ну, это не вернешь, к сожалению. Не вернуть. У меня жизненная позиция, что я никогда ни о чем не жалею. Что бы ни произошло, оно все... Значит, так надо было, скажем так. Потому что вот мне говорили люди, что если бы ты тогда не вышла, ты бы осталась цела, я говорю, это не дает гарантии, что со мной что-то не случилось. Я говорю, что могло произойти что-то другое. Могло произойти дома. Могла мне петарда в окно влететь, разбить стекло и попасть в меня, я бы сгорела. Могло все, что угодно. Ну, как бы, мне кажется, от судьбы не уйдешь и что, возможно, это, ну, такова была у меня судьба, чтобы, не знаю, сломать меня попытаться, но я не сломалась. Мой сильный характер, как бы. У меня до сих пор люди говорят, насколько я сильная, мужественная и смелая. Я мечтаю, чтобы... У меня сейчас вся жизнь крутится вокруг моих детей. Я мечтаю, чтобы мои дети выросли хорошими, порядочными людьми, и чтобы у них в жизни был успех. И все у них получалось. В меру своей доступности, что мне доступно в этой жизни, да, я счастливый человек. Любовь, забота близких, окружающих. На данный момент это моя семья. Я безумно их люблю, они любят меня. Это моя жизнь на данный момент. У меня больше ничего такого нету, кроме них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова